Службы города переведены на усиленный режим работы. Накануне вечером глава Анапы поставил задачу провести комплекс превентивных мероприятий и встретить непогоду во всеоружии. Рабочий день 8 февраля начался заседание КЧС. Прогноз на ближайшую ночь и утро 9 февраля усиление северо-восточного ветра с порывами до 30 метров в секунду. В сочетании с температурой воздуха минус 5, минус 7 градусов. Впрочем, непогода будет властвовать над Анапой дольше. Прогнозируется, что в ближайшие 5-7 дней сохраняется морозная ветреная похода с минусовыми отметками до минус 5-7 градусов. Надежда участка возможна до минус 10 градусов. Причем дневная температура будет корребаться от минус 2 до минус 5. Ветер мы ожидаем, что будет в пределах 16-20 метров в секунду. Порывы могут превышать 20 метров в секунду. Глава Анапы заслушал руководителей всех ресурсоснабжающих организаций, водоканала, городских и районных электросетей. Введен режим РПГ по юго-западным сетям. То есть предупреждены и созданы 5 бригад, общее количество 20 человек. Также техника, которая есть 4 вышки, кран, 2 головы установки и КАМАЗ. По 2 бригады у нас круглосуточно находятся оперативно-выездные бригады. Также персонал уведомлен, что режим РПГ идет в течение часа, будут все на работе. Руководители социальных объектов должны обратить внимание на поддержание температурного режима в зданиях. И если поднимется шквалистый ветер, то занятия для младшеклассников можно отменить. Домовладельцы должны помнить о риске повреждений незакрепленных балконных дверей и открытых лоджий. Автомобили лучше припарковать в закрытых помещениях. Своя зона ответственности у управляющих компаний. Со своими домковами свяжитесь и там, где подъезды не оборудованы ходом из руками, либо пружинным оборудованием, пусть на это время, чтобы нам усиление ветра не принесло непредвиденных. Там, где, допустим, деревья сегодня нависают над водами, допустим, дома, если они воздушные и так далее, и так далее. То есть домком пусть вокруг дома обойдет. К сложной паводковой ситуации, которую особенно выделяют на реках Анапка и Гастагайка, добавляются низкие температуры воздуха. Ледостав к вечеру образовался практически на всех водоемах. На территории муниципалитета действует строжайший запрет выхода на лед. Для муниципального контроля задача – обследовать стройплощадки и предупредить застройщиков. Обо всех нештатных ситуациях можно сообщать по телефону 32094 и 051.